И снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. И мы продолжаем наши покатушки по Японии. И я немного расскажу про то, как отмечают День Валентина, или День Святого Валентина в Японии. Это 14 февраля. Сейчас мы только выйдем отсюда. Отлично. Вот такой вот вид открывается. Здесь вот гору рихтуют просто. И хотят сделать из нее этот жилой массив. Итак, начнем с того, что День Святого Валентина в Японии достаточно такой популярный праздник. Потому что японцы очень любят копировать разные праздники с запада. И отмечать их. Но он так же, как и все другие, немного переделан под японцев. А именно, на День Святого Валентина в Японии не принято дарить парням что-либо для девушек. А наоборот, девушки должны дарить парням что-либо, там, шоколад. Или, например, какие-то подарки там. Или Валентинки также слать. И это одно из самых главных отличий в празднике. И при этом, то есть, девушка также может пригласить парня на свидание куда-нибудь. В кафе, в ресторан, куда угодно. И это считается нормально. Потому что в Японии 14 февраля считается, что нужно именно для парней все дарить. В свою очередь, когда проходит месяц, это примерно 13-14 марта. В этот праздник уже девушкам должны дарить парни, ну, в ответ, какие-либо подарки. Ну, будь то шоколадки, цветы. Также в кино сводить или еще куда-то. И это считается, как бы, знак благодарности за 14 февраля. То есть, если 14 февраля девушка подарила что-то парню, там, Валентинке, еще что-то было, то вот 14 где-то марта парень уже девушке должен подарить в ответ. Также шоколадки, либо цветы. Конечно, зависит от того, кто что любит. Ну, могут там и в какой-нибудь стейк-бар сводить там, да, покушать стейков. Ну, эти парочки. Поэтому в Японии его отмечают и достаточно много. Но это не семейный праздник. Если уже вот семья есть и все дела, то 14 февраля обычно не отмечают. Это обычный день, как бы, ну, он даже не красное число. Ну, могут просто цветы там друг другу кто-то что-то подарить могут. Но его не отмечают. То есть, он отмечается только неженатыми парами. Ну, так вкратце. Так, давай, приезжай, товарищ. Патагония. Патагонский товарищ. Это что касается 14 февраля. Вот, кстати, скоро будет 23 февраля. И хотелось бы поздравить всех защитников и защитниц отечества с праздником. Желаю счастья, здоровья, успехов, благополучия. Благосостояния хорошего, чтобы у вас все было всегда. И, конечно же, успехов во всех ваших делах, чтобы у вас все было хорошо. В Японии 23 февраля, это день рождения императора стал. И это красное число. В этот день все отдыхают в Японии. Но при этом никто не празднует. Такой вот парадокс. Парадокс. Так же, как и на National Foundation Day. То есть день основания государства или день основания нации. Его тоже особо никто не отмечает. Ну, я не знаю. Такие вот у них обычаи, традиции в Японии. И как бы очень хорошо, что совпало 23 февраля. И у нас также в России 23 февраля красное число праздник. И теперь можно спокойно отметить. Вообще, сегодня у нас хорошая погода. Я решил немного покататься и доехать до центра переэкзаменовки Фучу. Заснять там, как оно все выглядит. И немного рассказать про пересдачу на водительские права. Все полностью подробно. Потому что у меня на канале есть видео про это. Но они такие разрозненные. Там качество такое плохое. И звука, и видео. Поэтому не очень хорошо. Я решил его переснять, чтобы сказать все в деталях. Чтобы ничего не упустить. Ну и в одном видео, если это будет, это будет намного удобнее. Чем ежели это будет разбито. Куда ты едешь, товарищ? У тебя же там еще красный. Да, вон он куда хотел. Поэтому в одном видео будет намного удобнее смотреть. Так, ничего не едем. Потому что 30 едет. 30 едет. Непонятно, что это вообще. Какой-то мутный тип. Мутняга просто какая-то. Такой вот здесь райончик. Насколько я помню, это Инаги. Такой спальный, можно сказать, район. Здесь особо ничего нет. Ни торговых центров. Парков особо тоже нет. Есть горы. Там за мной горы есть. Там, откуда вот я приехал, как раз, где видео начиналось. Там были... Был парк развлечений. Юмиюри Трандо. Называется. По-японски. Там. Там. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень популярен так же как и тойота и хонда я потом как-нибудь сниму отдельное видео марки а то какие машины популярны в японии и что предпочитают японцы если вы видите по дорогам и машины ездит разные совершенно и зависит от того где живут люди с каком с каким достатком что у них вообще в планах имеется ввиду хотят ли они там одного-двух детей заводить или же они просто отдыхают двоем катаются постоянно много разных ситуаций много разных вариаций есть и поэтому об этом будет отдельное видео нам здесь направо надо повернуть вот тут уже начинаются такие очень узкие дороги и застройки очень плотная но при этом тоже много частных домов частных территорий кстати вот впереди стоит полицейский участок так даже сразу не поймешь что что это полицейский участок потому как не вывесок ничего не написано а понять можно только вот по велосипедам такие с ящичками сзади стоят перед 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 зданием и сверху мигалки они ночью должны гореть то есть работать эти мигалки ночью должны чтобы люди видели куда бежать случае опасности вот пожалуйста здесь детская площадка чем что такое учетесь встал-то чувак все сбрендил что все полосу загородил ну ладно камиказа по встречке катается у них вот у велосипедистов даже стрелочки нарисованы в какую сторону надо ехать по той или иной полосе и все равно некоторые вот такие бывают индивидуумы обычно это мамаши мамаши которые куда-то вечно торопятся они на этих велосипедах для которых или детей перевозят они гоняют просто как умалишенные вот сейчас впереди будет большое кладбище одно из самых больших в токио как бы фучо это уже район токио мы из канагава выехали такой криповый домик окутанные растениями куча там непонятных материалов вокруг валяется то ли это стройматериал то ли это хлам какой-то ну такие вот здесь частные дома есть неплохие очень даже интересные да какой-то хлам может ресайкл шок не знаю здесь куча кафешек это тип как их называют номинальные что ли такой кафешки 5.30 до 5.30 минут и вот сейчас проедем через кладбище насквозь потише сделаю здесь кстати вон люди гуляют с детьми такое вот японское кладбище до 5.30 здесь дорога работает а потом ее закрывают огромное кладбище просто здесь вообще неимоверно сколько площадь сколько гектаров площадь и сакура скоро расцветет в начале марта уже будет сакура здесь тоже будет красиво вот это все деревья это сакура какие-то деревья вон уже цветут это могут быть тоже сливы они пораньше цветут немного но аккуратненько все ухожено есть конечно такие вот заросшие прям видимо видимо либо люди уехали в другой город некому ухаживать либо еще что не знаю в основном все ухожено в японии в японии обычно кримируют людей а эти памятники строятся ну как бы туда уже никого не хоронят вниз то есть это не так как вот у нас принято в грабы а здесь по-другому немного тут своя система а вот кстати интересное такое наблюдение вот впереди здание стоит это то ли центр реабилитации то ли дом престарелых точно не помню ну в общем я там когда вот вот здесь справа вот уже центр переэкзаменовки этот фучу стоит и когда сюда приходил приезжал на экзамены я мимо окон прохожу и смотрю люди там сидят занимаются на тренажерах на разных но кто-то занимается кто-то сидит просто и такой знаете такая мотивация им значит вот они сидят окна открыты и у них вид прямо на кладбище то есть это вон там что если не будешь заниматься то вот туда центр как он там я фиг знает и вот это вот кладбище там где-то километров два наверно в ширину и в длину стоп может даже побольше смотрите-ка что-то тут открыто что можно заехать не знаю вот этот центр вот люди здесь стоят ждут здесь езды нет да а вот здесь естественно отлично отличненько хотя мне надо было бы паркануться на этом самом там где для мотоциклов место да здесь место для автомобилей а для мотоциклов это там ну там что-то было закрыто вроде как так ладно сейчас мы выедем написано что можно велосипедиста братануть если будешь выезжать быстро там до белая дорожка прям идет и здесь вот люди катаются на велосипедах вот она синяя голубенькая точнее а мы развернемся ну а на сегодня я думаю можно закончить это видео если вам понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями напишите комментарии что вам еще хотелось увидеть и услышать про японию нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о японии у нас вам был дэн до новых встреч пока пока пока